йога и сами шумики мы продолжаем проходить и руку названием тес обливи он свитки в левит короче это 4 серия подряд там потому что тут что-то что-то происходит и хочу узнать но мне нужно было сначала наверно занять домой и отдать одежду потому что мне дохера книг ненужные валяется так ладненько давайте карта погнали спасем людишек что тут вообще происходит клянусь кровью богов они явились будто из ниоткуда где гранд мастер джоффри быстрее возможно ему нужна наша помощь полетели сейчас я заверу что не черная роба мне не помешает стопа у него оружие было нет походу не было буду идти за этим человеком так золото блин шалко что у них с возвращением слава талосу они напали на нас без предупреждения я молился в часовне когда услышал крик приора мабареля я еле успел вооружиться амулет королей боюсь именно он был целью этого нападения я хранил его в секретной комнате в жилых помещениях приората нужно проверить в сохранности ли он я пойду проверим на месте ли амулет мы пойдем вместе токи я опасаюсь что случилось худшее надеюсь нами все остальные тоже пойдут и постоянно нужно смотреть теперь за оружием закачал улучшилась пришел сюда за более так ну мне принципе сюда да это он все равно вот так у меня 3 война самурая я нормально стоп тут дверь была секретная они забрали его амулет королей пропал враг каждый раз на ход опережает нас мартин найден с ним все в порядке значит удача еще не совсем отвернулась от нас но тебе умеет аллосу мы обрели наследника уриэля и потеряли амулет королей мартину нельзя оставаться здесь мы отразили нападение но не вернуться как только узнает что мартин выжил а они узнают где мартин будет в безопасности нигде нельзя чувствовать себя в полной безопасности учитывая какие силы нам противостоят но мы должны попытаться выиграть время хотя бы храм повелителя облаков я думаю тайная крепость клинков в горах неподалеку от брумы несколько человек способны оборонять ее от целой армии мы должны отправляться туда немедленно так амулет королей баурус короче но эти обычные вопросы нахер они мне нужны а ну-ка а вы только не спрашиваете облаков был построен очень давно основателями клинков это было еще во времена правления ремана сиродила он высоко в горах близ брумы наша древняя крепость святилище последнее прибежище мартин будет там больше безопасности чем где-либо еще окей мы должны отправляться в путь я не успокоюсь пояс пока мартин не окажется в безопасность храме повелителя облаков сейчас мы туда сам исходим это честь пряжа пряжа погнали марте отведу тебя хорошо что у меня телепорты были и что эти уже места изучил вам нормально вы на конях я ладно а подождите по ходу да ребят я вам говорил что вот наш дом вот а был наш дом вот это наш дом это сюжет типа дался тоже храм повеления облаков наш дом теперь новый гранд мастер это наша это хотя херва артин цепти милорд добро пожаловать в храм повелителя облаков мы уже много лет не имели чести принимать у себя императора спасибо вам наоборот это честь для меня иди же твои клинки желают приветствовать тебя но вместо более такое более менее такой знаете что там в степени японского текстированные клинки настали тяжелые времена император его сыновья надежда еще остается так подождя если в настройках еще графон прибавлю но деревья то посрать трава тоже посрать тени внешней тени свои тень тени травы тени в 3 тени сияние вода на воде отражение воды отражения в окнах короче злобно сложение посрать перезапускать не хочу так графон нормальный сойдет твоё высочество клинки в твоем распоряжении будешь здесь в полной безопасности пока не взойдешь вот жопы все вы я знаю вы ожидаете что я стану император я сделаю все что в моих силах но это все так новое и непривычно дракон рожден оказывается я не привык произносить речи но я хочу чтобы вы знали я ценю ваша радушие надеюсь я смогу доказать что достоин вашей верности не особо удачная речь получилась да впрочем похоже это их мало волновало клинки отдают мне честь и приветствует как мартина септима мне не хотелось бы показаться неблагодарным я знаю что если бы не ты я был бы уже мертв спасибо тебе но все ожидают от меня немедленных и правильных решений как быть как мне держаться они хотят чтобы император сказал им что делать а я не имею ни малейшего представления нам нужно вернуть вернуть амулет конечно амулет королей чтобы мы и я принес его в храм единого и зажег драконьи огни и остановил вторжение обливиона и ты станешь императором императором мне понадобится время чтобы привыкнуть к этой мысли как бы то ни было сначала нам нужен амулет возможно джоффри знает чего начать амулет королей все практикующие дейдрическую магию знакомы с почти что непроницаемым барьером между нашим миром и обливионом то что сказал тебе император подразумевает что этот амулет является ключом к сохранности этого барьера то что я видел в квадче все мои знания в области дейдрической магии говорят что такие стабильные порталы невозможны и в то же время те врата обливиона существовали старые законы больше не применимы квадь это только начало того что задумал мир у нас догон если амулет действительно является ключом к восстановлению барьеров между нашим миром и обливионом нельзя терять времени амулет нужно найти что-то изменилось раз появление этих стабильных порталов в обливи он стало возможным джоффри полагает что смерть императора и угасание драконьих огней является к этому ключом я не всегда был священником в юности я следовал другому пути я знаю больше чем хотел бы знать о притягательной силе дейдрической магии давай закончим этот разговор не волнуйся за меня тебе удалось показать свою верность империи клинки будут стоять на стороне мартина в эти тревожные дни эта честь должна быть предоставлена и тебе как грандмастер клинков я буду рад принять тебе в наш орден ты вступишь в наши виды нет ни сейчас какова моя обязанности к клинкам клинки поклялись служить императору смертному представителю крови дракона божественного талоса давайте вступим это честь для меня приветствовать тебя в наших рядах в качестве брата рыцаря клинков а ну ка или боэ то другойたк хотите сказать пожаловаться искатель приключения гильдии я вступлен в девять божеств в клинки локации найдено только 6 замечу предметов украдено 3133 это большая честь для меня служить вместе с тобой как хорошо вернуться сюда эти древние стены вношают силу и уверенность мы победим мы должны победить а что я должен не совет подождем береги себя счет меня щас хотят и типа 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 давайте потом потому что там сейчас враги какие-то сильно жесткие для меня если смогу вернуться украден артефакт 2 могу получить награды ведь и добраться да короче погнали в лагерь мы вообще изначально туда собирались те а сюда я зашел просто так сказать по пути так ведь так ведь так если у меня не перегрузка не 100 меньше 130 тогда мы пойдем дальше если больше хотела по факту вас или не посрать не не посрать короче ждите и замечу что мартин недалеко в сутки от меня находится короче это как раз для тех кому интересно как происходит вообще алхимия здесь мы открываем инвентарь хотя я вам уже это показывал окажется не первый раз значок алхимии нажимаем на любой инструмент нажимаем добавить допустим кожу да это что вообще сам совместимо и создаем больше у нас такого нету ищем где еще есть до хера всего я не знаю даже чем это можно соединить подожди его на ночью и думаю почему мне ни хера не показывают она инвиз дает плохо неплохо подожди а насколько ты даешь минвиз но где-то секунд на 15 секунд 10 на 10 секунд походу это и вообще неплохо я вам скажу если честно ладненько запомню это хамелеон это инвиз значит так огненный херь тоже непонятно для чего урон огнем так удалить апельсин создать томат создать костяная мука создать буханка создать подожди а у меня только есть восстановление сил да и все зуб да и дрота ночной глаз пускай будет запас сил запас сил запас сил тык 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 вот наверное слышали мне уже прокачался на один этот так удаляем листья ни хера у нас нету листья удаляем оленятина о есть все таки восстановление здоровья неплохо так как то плазма короче ищется одинаковые посты но эти они известны эффекты я даже не знаю как находить новые хотя возможно знаю создано новое зелье вон она все все ясно т т т т т т т т короче больше нас ничего такого нету чтобы соединить ну кори нервные трогать не хочу потому что мне их нужно собрать 20 штук для задания надеюсь мы друг друга поняли в какой-то степени и все принципе сейчас я буду разложить все обратно так я там где мы остановились поэтому побежали дальше вон туда далеко-далеко-далеко почему здесь покраснение типа лавовый участок просто понимаете с одной стороны я бы мог до остановить записи записи сам туда добежать ну а вдруг по пути что-то будет интересно на самом деле только пробежка до хера времени займет вот вот что это спереди спереди а я вам скажу это тоже одна из свечей лишь как я понимаю вот он акатош это акатош надеюсь он мне разрешит использовать себя так честный труд ценится сам по себе молисью с моих алтарей в часовнях чтобы получить мое благословение так вознесены молитвы у дорожного святильща зенитаром так смотрю тут слова пещера очередная это вот это да а заметьте что святилище это никак не отображается а что мне хотя бы отдали как про эффект посмотреть который у меня а мне удачу дали вам посрать мы идем к своих целей так ведь да вот куда мы бежим туда будем бежать если там что же по пути встретиться тогда мы уже туда и пойдем вот там домик оказывается какой то есть вот там что горит и не херово я вам скажу а там врата плевиона вон что это я не уже закрыл вы хотите чтобы я пошел еще эти закрыл потом уже когда-то это уже когда-то потом вот понимаете чем интересен обливиум скорее марауин ну вообще тел тесс серии кратес то что ты бежишь и что-то всегда происходит даже вот идешь похода постоянно меняется обычный дождь потом мы с видели там красное небо да то есть все возможно даже вот я сейчас бегу да ничего не происходит он бас на меня что-то нападет как вариант а видите какой-то камень стоит светится а Так. Камень сдрагивает, когда вы прикасаетесь к нему рукой. Желательно ли вы призвать оружие и доспехи? Ого, нихера. Я стал даэтиритическим воином? Блин, надеюсь... Жалко, что не навсегда. А, ну... Хотя, смотрите, он двуручный, но 16 урона. Вот это, я понимаю, мне дали ништяк. Оу! Шкура пригодится. Ну, походу, меч и доспехи у меня на целую ночь. Ну, прикольно найти такой камень. Даже неожиданно, что ли. Сраный кашель. Я могу пойти туда, но... Нет. Мы с вами идем в свою цель. Будем бежать вот так и посмотрим, куда быстрее прибегу. Это что, у меня скоро и то есть, то и закончится. Вау! Это что, горгули? А, это бес. Подумал, горгули. Не, ну, тут... Блин, меч, охерены. Ау! О, окончится! А, чё так сложно? А, чё так сложно? Так, я нашел список мест, где могут находиться артефакты дримера для планетария. Это лагерь Дагни, Бротч, Бодин и Варис. А, я понял, о чём ты. То есть, вы хотите сказать, я уже исследовал всё, что нужно. Кх, ни хера! Кх, ни хера! Это всё лагеря. Ну, давайте сегодня мы путешествуем по лагерям. Незапное нападение. Блин, почему у меня нету такого меча? Офигенный меч! На 16 урона. Конечно, когда дождь... Когда дождь, прикольный эффект, конечно, минус фпс-а. Нужно будет вертикальную синхронизацию выключить просто. Ну и как? Воронда найдена. Жалко, что нет... Нельзя метки ставить. Блин, можно как-то дождь... Выключить? Просто 20 фпс-а? Не очень. Не очень играбельно. Не очень. 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 О, цветы. О, цветы. О, цветы. О, цветы. Ладно, пойдём сюда. Да, если так, я буду очень долго за реликвиями ходить. Не бойтесь, потом я буду уже телепортироваться от точки к точке. Нифига тут мост какой. Тупой фапресс. О, цветы. так вижу шахту шахта что тут еще есть пещера на уж нужно будет и пещеру открытие он что делает вот оживляет я забывай сохраняться хорош давай еще а 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 да иди ты в жопу а а а а а а а а а Ау. Там, ебать, она меткая. Просто беги, просто беги, 20 фпс, а я вообще ни хера не понимаю. Так, подожди, где вообще мои зелья все? Ладно. Сюда иди. Да иди сюда, ты надоело убегать. Как она надоело. Какого черта точно так меня фризит? Если вы поняли... Так, да-да-да-да. Обзор трава, объекты, предметы... Да-да-да-да-да-да... Тогда я не знаю. То, что меня дождь убивает. 20, блядь, 20 фпс. Ждите. Короче, я не знаю. Идет дождь. 25 фпс. Из-за дождя. А, вон че ты такой, оказывается, был. У тебя все зачаренное, челик. Было. А теперь я это все одену. Так, 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 так. Так, морозный щит. Ну, пускай будет морозный. Так. Две защиты. Ну, легкие доспехи зато повышает. Так, у тебя, да, нужно еще забрать... Стоп, а что я хотя бы забрать должен? Где могут находиться? Я хоть один нашел? Короче, давайте я просто так сделаю. А то меня этот дождь уже соебал, вот честно. А че так... Такие фрезы? Я думал из-за дождя, но ни хера. Смотрите, здесь у меня нормально. Так, 20. Почему у меня в открытной местности такие фрезы? Не пойму. До этого ж не было. До этого нормально все было. Чтобы вы понимали... Оказывается, фрезы из-за самой игры такие. Из-за того, что она не очень хорошо оптимизирована. Хотя, возможно, из-за тумана. Хотя, возможно, из-за тумана. Что вы понимали, в Скайриме у меня таких проблем не было. И вот то, что затемнено, это тоже плохо. Из-за того, что я не вижу, что вообще на экране происходит у меня. Короче, ждите, когда будет хорошая погода. И чтобы вы понимали, оно не... Ему все равно. Вот. Где плавность? Где плавность, блядь? Что с тобой происходит? Скайрим! 19 фпс-а! Сука, вертикальная синхронизация. Какого черта? Ее можно выключить здесь? Я не знаю. Шок. Короче, нужно будет серию закончить. Эту. И продолжить, когда вертикальную синхронизацию включу. Потому что 20 фпс-а это вообще ненормально. О, еще один камень есть. На броню. О, еще один волк есть. На ходу. Так, я походу меч сильно повредил. Ну да. Так, где мой молоток? Я не знаю, что он так упал. Фпс. До этого нормально же было. Так, там, кажется, красная мантия ходит. Бродит. Не, я видел еще красную мантию. А это было не красная мантия, оказывается. Это были ворота, оказывается. Каминус, благодаря, когда вы ворота прикатаетесь. Да. Я чисто сохранится. По-любому, такие же, да? Такое же место будет. Ну что, вы понимали, даже здесь у меня сейчас фпс тоже 20. Я не знаю, с чем это связано. Просто ГГ. Может быть, пока уж я просто устал. Как вариант. Ну, короче, сейчас мы одолеем вот этих типов. Которые здесь. И я, в принципе... Закончу. Попытаюсь что-то сделать с вертикальной синхронизацией, с фрезами этими. Чувачки, кто там бегают, оказывается. Хотя, я говорю же... До этого было все отлично. А сейчас у меня просто глаза съедают. Так, их тут рое должно быть, четверо. О, я вижу ангела. Ой, бля, у меня уже скоро этот щит закончится, смотрю. Он нарушен толк. Кто он убегает? Он надоел. Он, походу, за этим гонится? За оленем сраным. Вон эта херня. Какой... Какой... Товарина. А, дверь мерзкий. Это оно и есть, наверное? Скорее всего, да. Ладно, давайте, короче... Разблокирую вот этот еще... Облеменский предмет. Вот эту херту. И закончу. Пока у меня, так сказать, щит есть. Не, что-то этих вра довольно здесь до хера открылась. Все, убавим отсюда. Походу, кто громыхает, значит, враги вылазят. Пиздец FPS, конечно. Вот я бегу 18 FPS. Пока что двадцатка. Но снова это разрушительное небо. Ух, блядь! А, так у меня хп-шка еще уменьшается при этом. Ээээ... А что это хотя бы за место? Пещера, упавшая скала. Зачем идти, когда можно бежать? Вот ваш девиз. Длительные забеги и заплывы дали свои результаты. Вы приобрели начальные навыки в области атлетики. Скорость восстановления запаса сил при беге повышена на 25%. Не, знаете, вот просто я внутрь войду и посмотрю, сколько здесь будет фпс. Что вы понимали, сейчас у меня 20 фпс. Поэтому, ребятки, мы на этом с вами заканчиваем. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Я не знаю, в принципе, я бы исследовал бы эти, но, блядь, вы видите, что происходит. Поэтому всем пока.